Романа Цымбалюка Украинского журналиста и блогера, который более 10 лет работал в Москве для издания «Униан», вызвали в прокуратуру российской столицы на допрос. А местные пропагандистские медиа устроили ему системную травлю, требуя наказать Цымбалюка за проукраинские высказывания. Обратить внимание и сделать выводы призывали очень многие, от Владимира Соловьева до Анатолия Шария. Обратите внимание, нет, это не чудовище. На прямой связи не чудище и не чудовище. Один из самых известных украинских журналистов – Анатолий Шарий. Прекрасный человек. Сразу вам говорю, Владимир Вольфович. Обратить внимание и сделать выводы призывали очень многие, от Владимира Соловьева до Анатолия Шария. Роман Цымбалюк известен своими острыми вопросами Путину, в частности о российских войсках на Донбассе. Также у него один из самых популярных общественно-политических YouTube-каналов, у которого уже более 400 тысяч подписчиков. Ссылку на канал Романа мы оставляем в описании к видео. В России его обвиняют в разжигании вражды и экстремизме. Крым захватила Россия, разграбила Донбасс Россия, а вражду разжигает Роман Цымбалюк. Логика по-кремлевски. Сейчас журналист уехал из РФ и даже пропустил ежегодную пресс-конференцию так называемого президента России. Издание «Громадский Юэй» расспросило его об опасности работы журналистом в РФ, возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией и нынешних настроениях Путина в отношении Украины. Далее приводим некоторые цитаты из интервью, а полную версию оставляем в описании к этому видео. «Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно. Потому что за последние два месяца фактически все топовые фигуры российских информационных войск предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал». «Несмотря на антироссийскую риторику, очень комфортно себя чувствовал до последнего времени, работая в России. Откуда, оттуда и откуда плевал ее же помоями в украинском медиапространстве? Но, как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. Чаша терпения, кажется, переполнилась». «В данном же случае эту грань, перешел ли, даже не журналист, а перешел ли гражданин эту грань, будет определять прокуратура и в дальнейшем будет вынесено решение суда». «Почему-то считал, что он может все. Но я рано или поздно обязательно придется отвечать». «Этим кадром сложно понять, где находится журналист. По некоторым данным, он уже несколько дней как покинул пределы России. Ждем с нетерпением обратно Романа». «Станислав Бернбальд, а русофобия с последствиями нет». «Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше. Впрочем, открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства «Униан», я никогда не собирался там оставаться. «И даже если я туда больше не вернусь, это меня тоже устроит». «Российский МИД объяснил отъезд украинского журналиста Романа Цымбалюка из Москвы синдромом Бабченко-Гордона». «Тоже, увы, не шутка». «Об этом официально представитель ведомства Мария Захарова написала в своем телеграм-канале. Она отметила, что Цымбалюк придумал байку о статусе якобы заложника». Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым защищает интересы Романа Цымбалюка в РФ, «Чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не случилось так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело. То, что травля в мой адрес велась на протяжении многих лет, меня никак не затрагивало и не разрушало мой внутренний мир. Но в последнее время они начали публиковать в СМИ соответствующие документы. «Всевозможные заявления, обращение депутатов в Следственный комитет, полицию. Апогеем этого стала публикация в СМИ о вызове меня на допрос. Вместо меня пришел мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту стрелку не пришли. Кто-то в соседнем кабинете Николаю Полозову сказал, что они отозвали повестку. Так оно или все-таки не так, пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить». «При чем здесь Россия-то?» «На самом-то деле никакой новости нет. Вот это интервью, которое вчера все перепощивали, какого-то непонятно почему, но вы как профессионалы знаете, что на выходных мало новостей. Вот эта беседа, которую все цитируют, она состоялась, по-моему, 25 или 24 декабря. Просто ее только сейчас напечатали. То есть ничего нового не произошло. То есть это все отголосно». «Даже МИД высказался?» «Так я не знаю, почему Мария Владимировна так отреагировала. Говорит, опять настаивает на том, что я каждый день ходил по московским ресторанам». «Вот тут сейчас мы отдельно поговорим». «Это очень интересно, Роман». «Давайте скажем так. Ну, действительно, Роман уехал еще в прошлом году. Об этом он заявил у нас еще в эфире. В эфире радиостанции по Москве. «Видишь, МИД, видимо, не знал». «Нет, но тут действительно пошло все как-то, на это все обратили внимание с удвоенной силой. Действительно, МИД отреагировал устами Марии Захаровой. Она отметила, что вы придумали байку о статусе якобы заложника. Давайте сначала попробуем здесь понять». Смотрите, давайте вернемся в конец прошлого года. 23 декабря была пресс-конференция Путина. Я на нее был аккредитован. 24-го меня вызывали в прокуратуру САО давать объяснения, показания по поводу экстремизма и разжигания вражды к вам, к россиянам и российской власти. Ну, так как мы с вами не первый раз общаемся, по-моему, вы разжигания не чувствуете. Так вот, мой адвокат Николай Повозов пришел на это мероприятие, прокуроров там не было, но он мне сказал, что ты сильно не обращайся, потому что российская практика, она такова, что они могут передумать в части административки, а подумать в части уголовки. Поэтому наслаждайся выходными, я, как только будет возможность, все выясню и тебе скажу, будет ли безопасность тебе возвращаться без судебного преследования. А то, что говорит Мария Владимировна, ну, согласитесь, ну, это же странно. Вот, когда, я просто процитирую, РИА новости, Песков про участие украинского журналиста Цемблюка в пресс-конференции Путина. Вину устанавливает суд, не хотим уподобляться Киеву, разогнавшему журналистов из России. Вам не кажется странным, когда российский суд идет через запятую или в контексте моего участия в пресс-конференции? По-моему, тут в части того, что все спокойно, есть некоторые изъяны. Ну, нет, мне кажется, тут как раз Дмитрий Сергеевич устраняется, говорит, мы не определяем, он виноват, не виноват. Мы его все равно зовем к себе. Вот что говорит Дмитрий Сергеевич. Максим, мы же с вами опытные товарищи. Понимаете, это классно размышлять, когда ты находишься вне зоны поражения. Тут это действительно так, тут я не буду спорить. Роман, но тут Мария Захарова утверждает, что вы якобы не вылезали из московских ресторанов. При этом мы с вами встречались в московском ресторане всего лишь раз. И более того, не могли назначить эту встречу несколько месяцев, потому что я был должен Роману, я признаю. Я обещал и не выполнил свое обещание. Как же так получается? Вы знаете, мне иногда кажется, что Мария Владимировна чувствует, что она кое-что пока упустила. То есть мы так много лет общались, а на Бурдершафт так и не пили. И в рестораны вместе не ходили. Что ж вы так оплошали, Роман? Ну, не знаю, мне кажется, я всегда старался держать такт и так далее. Но когда российская, скажем так, официальная сторона разгоняет эту тему в части ресторанов, пьянства и все остальное, ну, не знаю, мне, конечно, тольстит во многом. Но я вам открою один маленький секрет. У меня двое маленьких детей, которые не позволяют вести разгульный образ жизни. Вот, чтобы не происходило, Путин, не Путин, в 6 часов 30 минут у меня на голове начинают прыгать. Вот в прямом смысле этого слова. Поэтому, считаю, я имею право отвергнуть все эти гнусные обвинения. Хотя они мне нравятся, если честно. Продолжение следует...